Добрый день, добро пожаловать к нам в гости. Мы кофейная компания Калипсо, меня зовут Никита. Это наш обжарочный цех и сегодня мы покажем вам, как он устроен. Для чего мы открыли обжарочное производство? По одной простой причине. Нам нужен был самый лучший кофе, который только существует. Познакомившись с яркими фермерскими кофейными лотами, мы поняли, что если мы сами не начнем себе такой кофе привозить и жарить, никто нам его не предложит. Дело в том, что кофе это свежий продукт. Он должен быть использован в течение максимум трех месяцев после момента обжарки. В течение месяца после обжарки кофе наиболее яркий по вкусу, наиболее вкусный. Через месяц он начинает потихонечку, медленно терять этот вкус и спустя три месяца он меняется уже достаточно сильно. Это можно сравнить с хлебом. Сегодня вы покупаете хлеб, он румяный, мягкий, ну прям песня. Через несколько дней он высох, это или сухарь, или плесенью покрылся. Порядка двух лет мы жарили только для себя, учились для того, чтобы понять, что это нам нравится, что мы нашли себя, что у нас это получается. У нас получилось, нам понравилось, мы в это влюбились, нашли интересное помещение в здании бывшего хлебозавода, недалеко от центра города. Привели его в порядок, ободрали стены до красного кирпича, подняли наш обжарочный ростер на второй этаж и с этого момента мы стали обжарщиками. Зеленый кофе, он пахнет травой, сеном, зеленым горошком, немножко сладенькими ягодками. Мы обжариваем его на обжарочном аппарате, он называется ростер, он находится у меня за спиной. Мы работаем на ростере марки Probot, это легендарные немецкие ростеры, самые лучшие в мире. Они делают ростеры больше ста лет, их самый первый обжарочный аппарат это металлический шар с ручкой, который прямо над костром человек стоял вот так вот наворачивал, кофе обжаривался. Технически кофе можно пожарить дома на сковородке. Подравится ли вам этот вкус? Навряд ли. Для этого и существуют подобные аппараты. Они у нас полностью автоматизированы, у нас есть связка с компьютером. С помощью него мы можем записывать рецепт обжарки и видеть все изменения, происходящие в зерне. Мы можем взять один и тот же кофе и пожарить его, добившись совершенно разного вкуса. Мы можем сделать один и тот же кофе более сладким, менее сладким, более кислотным. Загружается зеленый кофе в верхний барабан ростера. Кофе попадет в обращающийся барабан. В среднем цикл обжарки занимает 12-15 минут. В зависимости от того, жарим его мы для моносорта или для эспрессо. Выгружается кофе в бункер для охлаждения. Вот это вращающаяся площадка. Кофе, высыпающийся из бункера, имеет температуру за 200 градусов. Он очень горячий. После того, как кофе охлаждается, наша задача его максимально быстро охладить, для того, чтобы остановить все химические реакции и поставить в нашем рецепте точку такую. Все, готово. После чего он вступает через податчик в зону фасовки, где мы его расфасовываем, и тут же отправляем нашим заказчикам, партнерам, кофейням по всей стране. Мы гордимся тем, что лучшие кофейни в стране работают на нашем кофе. Если бы мы были на каком-нибудь большом обжарочном производстве, конвейерном, сначала мы бы с вами видели огромное количество складов готовой продукции. Это неправильно. У нас с точностью до наоборот. Мы получаем заказ, обжариваем его и в этот же день отправляем нашим партнерам. Кофе это целая вселенная, и невозможно быстро и коротко про это рассказать. Поэтому для того, чтобы познакомиться с этим продуктом, для того, чтобы дать пощупать зеленый кофе, посмотреть, как он обжаривается, для того, чтобы попробовать много разных сортов из разных стран, мы устраиваем экскурсии у нас в цеху. Вы можете в любой из наших кофеин спросить ребят Бористо. Это бесплатно, мы всех ждем в гости, приглашаем, это безумно интересно. У нас три кофейни в Белгороде и одна кофейня в Англии. А кофейня в Англии получилось так, что наши друзья, белгородцы, оказались там, осели, искали чем бы заняться, и предложили нам вместе реализовать этот проект. Нам это показалось интересным. На сегодняшний день ей почти год. Ты спросил про Москву, в Москву обязательно придем. Не в этом году, так в следующем. Есть фермер, есть мы, обжарщики, и вы, люди, которые в магазине заказали и вам его привезли. Часто спрашивают, где стоит покупать кофе. Лучше всего стричься в парикмахерских, покупать свежий хлеб в маленьких независимых булочных, а кофе покупать в кофейнях. Вот такой ответ. Продолжение следует...